Сухарики, три корочки. Часть первая. Казмическая станция просит о помощи. Земля, земля, аварийная ситуация. Закончился запас сухариков, три корочки. Сколько бы мы не ломились в личку Честера за кранчи-читасом, получая в ответ лишь усы со вкусом пиццы, сколько бы ни шугались картонный бузовый слэй с шашлычком в пятерочке, в нашем ДНК всегда есть то, от чего наш гастритный животик бурчит с утроенной силой. Сухарики. В Советском Союзе сроду не было никаких чита с усами Сталина или лэй с растягайчиком, да и сухариков в их современном понимании тоже не было. Народ точил высушенные хлебные ломтики либо с сахаром под чаек, либо в армии в составе сухпайка. И только уже в России, аж в 98-м году, начали появляться первые столь привычные сегодня сухарики. Рынок сперва заполонили забугорные снэки, заставившие все постсоветское пространство дружно хрустеть чипсами, а потом произошел кризис, и чипсончики стали многим не по карману. Дефолт на время выбил почву из-под ног таких чипсовых гигантов, как Фритолэ и Эстрелла, и в нише снэков возникла привлекательная брешь для отечественного производителя. С учетом общей обстановочки 90-х, идея сушить сухари буквально витала в воздухе, так что примерно в одно время запустились разные производства более дешевых аналогов чипсонов. В частности, чапсы. Чапсы, сухарики чапаевские. Пионеры сухарного дела из Питера хоть и называли себя чапсами, но по факту это были именно сухарики. Для бульона, пива, шнапса, нет вкусней, полезней чапса. Это говорю вам я, Чапаев. Кто ты такой? Ты понимаешь, что я чапаев? Сухарики чапаевские от фирмы Эпсилон делались из обычного ржаного хлеба и обильно посыпались солью, что для нашего потребителя как-то незабавно, оказалось новинкой. По такому случаю владельцы решили запатентовать технологию, и пока продукт пользовался дикой популярностью, продавать патент за копейки другим производителям, особо не вкладываясь в продвижение своего собственного товара. Конкуренция закономерно нагнула чапаевские, и они исчезли с рынка. Товарищи, только что, буквально вот на моих глазах, ушел из жизни Чапаев. Но их смерть не прошла даром, ведь они запустили в России настоящий сухариковый бум, который вывел на рынок таких гигантов, как Трикорочки, Емеля, Кириешки, Кампашки и далее по списку, вплоть до Паши Снежковоли, который, наверное, даже через сто лет, будучи голограммой, будет рекламировать хрустим. Серьезно, это уже десятилетие продолжается. Пашка, Пашка, маргни два раза, если тебя держат в заложниках. В этом бесконечном списке чего только не было. И бомбастер, и клинская, и сухарики-чудо с криповатыми конфетами в пачках, и сухарики-читос, и даже сухари World of Tanks, которые, наверное, хороши тем, что почти не застревают в клавиатуре. Но все это уже последствия ржаного безумия отечественных производителей, стартовавшего в 98-м и стирающего эмаль с наших коренных зубов и по сей день. История сухариков богата примерами весьма сомнительного маркетинга, но все нелепые рекламные кампании, о которых здесь в основном и пойдет речь, появлялись по банальной причине — отсутствие нормального профессионального образования. Сегодня с этим попроще. В интернете можно не только с мемчиков рофлик, но еще и получать море дополнительных знаний, необходимых для профессии будущего. Чувствуешь, что твоя душа лежит к интернет-маркетингу, веб-дизайну или программированию? Записывайся на бесплатный мартовский онлайн-марафон от Skillbox и становись крутым и востребованным специалистом, прокачивая свои навыки на мастер-классах и реальных кейсах практиков. Переходи по ссылочке в описании. Количество мест ограничено. Зима близко, в смысле не откладывай свое будущее. Не мешало бы подкрепиться. Хоть корочкой хлеба. Коркой хлеба угаси. Хозяин, три корки хлеба! Три корки хлеба? Три корочки от Bridge Town Foods. Берем логотип журнала «Семь дней», трех зачерствевших спанч-бобов и от души сыпем в пачки побольше приправы самых разнообразных вкусов. Сыр, бекон, томат стандартно, черная икра и красная икра, чтобы народ вспомнил как-то на вкус вообще, баклажанная икра заморская, еще семга, холодец, грибы в сметане, бастурма, гусь и мои любимые. С дымком. Уф. Царь тропейсничать желает. Конечно, сейчас три корочки уже совсем другие, и от былой славы остались только крошки. Ребрендинг с припиской «Непобедимый» народ явно не оценил, как и смену рецептуры. Если зайти в группу любителей сухариков «Три корочки», то негатива там столько, будто «Три корочки» — это скатившийся видеоблогер. Верните старый дизайн, суки! Где мой кетчуп, суки? Я ваши сухари в рот ебал, я купил сухарики с семга с сыром и соусом тартар, а там его нету. Короче, ешьте сами свою хуйню, я больше даже не взгляну на них. А-а-а, безумно хочется три корочки со вкусом ягненка и мяты. Помню, на Большой Перемене в школе вечно их покупали, и колу. А когда не было ягненка, брали гуся. Эх, какая вкуснятина была. Чё-то я пропустил ягненка с мятой. Почему соуса ложатся мало? Сейчас три корочки принадлежат другому производителю, в этом и кроется причина столь радикальных изменений в их дизайне и вкусе. А почему изменился владелец бренда? Очевидно, потому что сухари стали плохо брать. Конкуренция на этом рынке нереальная, тут страсти на уровне мафии творятся. К примеру, сосед корочек по полке из нулевых и вторая по известности в центральной части России марка того времени, сухарики Емеля. Некоторые считают, что логотип Емеля тоже похож на газету 7 дней. И на удивление в этом есть смысл, учитывая, что Емелю создал бывший оптовик, до этого закупавший три корочки. Еще более странным выглядит позиционирование сухариков Емеля как первых в России. Они даже писали на пачке, основанной в 1998, хотя КПФ Емеля, конкретно выпускавший эти сухари, вообще был зарегистрирован лишь в 2000 году. Но, несмотря на все это, сухарики Емеля все-таки не были чистой копиркой корочек. Они упорвались немного по-своему. Емеля колесил по миру на своей турбопечке и пробовал там всякое. Ветчина и сыр в Англии, креветки во Франции, салями в Италии, лосось в Японии, мексиканский соус в Мексике, ну а в России... хрен. С рекламой у Емеля тоже все было довольно интернационально. Вот, например, стереотипные американцы со своими «Окей» и «Ес» респектуют нашему «Емелье». Кто это? Емеля. Емелья. Емеля. Круто. Ее. Ку. Довольно забавно, учитывая, что реальная реакция американцев на наши классические сухарики выглядит как-то так. Я уже ненавижу это. Пахнет хуже, чем собачья еда. Это практически как кошачья еда. Нет, очень интересно. По мне, так опасно. В другой рекламе Емеля происходит странная фигня. Мужик идет по улице, трескает сухарики и решает зарубиться в азартную игру в наперстке, где проигрывает всю свою одежду. И все. Сухарики от Емели. Ес. Естественный выбор. Чему он радуется, непонятно. Тут больше подошел бы слоган «Естественный отбор». Возможно, это и есть тот самый Емеля, про который вы говорили в прошлом ролике. Это простой русский парень, который покорил пол Европы и всю Америку. Емеля. Ес. В таком случае без щучьего веления тут явно не обошлось. Напор рекламного безумия у сухариков Емеля не снижался. В 2014-м, уже после смены производителя, у них было вот такое. Емелюшка! Настенька! Емелюшка! Настенька! Соски! Настенька! Настенька, меня заколдовали. Поцелуй, чтобы расколдовать. Настенька. У нюхов специи девушка решает переспать с сухарями. Емеля со вкусом феромонов? К черту все эти жвачки трахни любую садблок. Надо просто переодеться в огромную пачку сухарей и обмазаться хреном. Емеля хоть и напоминал чисто на каком-то интуитивном уровне три корочки, но никогда не опускался до откровенного и бесстыдного плагиата. Чего не скажешь о легендарных сухариках ДВЕ КРОШКИ! Не, если честно, впервые о них слышу. Зато вот мягкие сухарики от фирмы Рускарт, помню, но это прям плагиатом трехкорчик тоже не назвать. Эти дырявые чубрики намного меньше напоминают спанчбобов. Сухарики действительно были мягче, но не до такой степени, будто их кто-то до вас уже пожевал или дал им размокнуть. В целом это было прикольно, и я даже пару лет назад все еще находил их в продаже в районе Сочи, но сейчас они, кажется, уже исчезли на совсем. По крайней мере, на сайте производителя нет никакой инфы. Знатную конкуренцию трем корочкам в нулевых составили явившиеся из Новосибирска дерзкие сухарики Кириешки от компании Сибирский Берег. Их ролики на ТВ были нацелены на кибергеймеров, а по радио их рекламировал Кинчев из группы Алиса. Я сегодня попробовал сухарики Кириешки. Это лучшее, что я ел когда-либо. Жаль, что я не выпиваю пиво. Под эти сухарики можно было выпить целое море. Это был я, Станцин Кинчев. Йоу, с вами Джаред Лето. Я, конечно, мясо не ем, но если бы лопал, то строго сосиски ядрёно копать. Вот это заебись, братва. Ещё у того же производителя были сухарики Кампашки из белого хлеба. И наткнувшись на их рекламу по ТВ можно было решить, что это какая-то жуткая социалка из 90-х. На этой волне Трикорочки тоже решили стать модными и молодёжными, выпустив под серию Трикорочки Клаб. Ну, вы знаете, когда мы в клубе, чипсы танцуют. Но выглядело это максимально нелепо, потому что ночная клубная жизнь и сухарики в одном предложении могут существовать только ХЗ, до какой-нибудь деревенской дискотеки. Ммм, какие сухарики прикольные. И призы классные. Это было смехотворно. И тогда же Сибирский берег решил ещё больше ткнуть корочки мордой в санину, выпустив, пожалуй, самую нашумевшую рекламу. Что там по закону нельзя размещать на билбордах? Кажется, там не должно быть клеветы и слов типа вагина или член, да? Эээ... Настоящие сухарики корочками не назовут Настоящие сухарики кириешки Ха, как вам такая кора? Несколько дней спустя. Простите нас, бога ради, настоящие сухарики могут называть корочками. Компания Сибирский берег сообщает, размещенный ранее информационный материал не имеет никакого отношения к сухарикам-трикорочке. Только не бейте, только не, только не бейте. Да, в данном случае трикорочки закрывать глаза на охреневших конкурентов не стали и обратились в антимонопольную службу, которая обязала производителей кириешек публично извиниться, разместив информационные плакаты с опровержением в том же количестве, что и плакаты с провокацией. И тут страсти потихоньку начали реально накаляться. Через год в газетах стали появляться заголовки о том, что в сухариках три корочки нашли мертвую крысу. Господи, ну хотя бы не голову лошади. Хотя, как рекламная кампания для трех корочек со вкусом конины вполне бы сработала. Трое граждан обратились в Бутырский район и суд Москвы в октябре 2005 года. ИСЦ заявили, что приобрели в магазине ржаные сухарики компании Бридж Таун Фудс и в одной из упаковок среди сухарей обнаружили тушку мертвого детеныша-крысы. Размер компенсации, которую требовали от компании ИСЦ составлял 50 миллионов рублей. Новая акция! Найди крысу в пачке и получи 50 миллионов рублей! Все это смешно, потому что по факту никакой крысы не было. ИСЦ так и не предоставили в суд доказательств, кроме распечаток какой-то левой экспертизы, а через год и вовсе отказались от иска. Но репутационный удар по корочкам был нанесен чудовищный. СМИ активно форсили эту фейковую историю и до сих пор неизвестно, кто ее вообще вбросил, да и никто особо не предпринимал попыток это выяснить. На скамье подсудимых по сути любой из конкурентов трех корочек. Может опять Сибирский берег, который как раз тем временем выпускает новую странную линейку сухариков. Бамбастер, строго для детей, никаких подростков или взрослых. Ну все, Петров, я звоню родителям. Алло. Мама. А Петров не дает мне бамбастер. Мы не продаем бамбастер лицам старше 12 лет. Это закон. Компания Сибирский берег. В их рекламе в стиле Яралаша тупые взрослые любыми способами пытаются вымутить себе бамбастер, идя на всякие уловки и каждый раз всасывая. Ну. И кто? Кто съел бамбастер? Ну а когда додумались сделать бамбастер с жвачкой, дети должны были, наверное, вообще слететь с катушек и сносить все местные ларьки. Ну а видимо, что-то пошло не так, потому что бамбастеру довольно быстро сделали инопланетный реборн, добавив волосатого маскота. В таком дизайне бамбастер существует и по сей день, только это уже не сухари, а попкорн. И вот у одних крысы в пачках, у других жвачка, но итог один. Бренды Трикорочки и кирьешки вместе с бамбастером выкупил сторонний производитель, компания КДВ. Так что бывшие конкуренты теперь в одной лодке, что весьма иронично. Так кто же все-таки подложил свинью? Ну в смысле крысу? Может это Украина? Ведь прочухав тренд, украинцы тоже замутили собственные сухарики, Флинт. Сперва их название отсылало к пиратской теме. Бренд был нацелен на детишек, но это, как и в случае с бамбастером, оказалось провальным позиционированием. Как ни печально, но похоже, что сухари можно успешно продавать, только ассоциируя их с пивным закусончиком. Вскоре рекламную кампанию Флинта направили в другое русло. Четкие пацанчики, рэпер Серега, клубы, тачки, разрушение института семьи, welcome to the club, короче. Welcome to the club. Сегодня бренд Флинт в России, как бы вам сказать, принадлежит все той же компании КДВ. ВТФ. Причем в Украине Флинт продолжает существовать отдельно и с другим дизайном, и про выход на российский рынок у них вообще нет упоминаний на официальном сайте. В общем, ничего не понятно. Пока в России все охреневались новостей про крысятину и пока сухарики запрещали есть лицам старше 12 лет, за бугром очухались и поняли, что упускают перспективное ответвление на рынке снеков РФ. Огромная корпорация PepsiCo и их подразделение FreeTLA все это время пристально изучая рынок быстренько открывают у нас производство снеков под маркой Twistos, которые позже стали сухариками Хрустим. И полилось баблище, поперла реклама со всех щелей, со временем народ уже и позабыл про каких там конкурентов. Какой еще Емеля? Павел Воля! В 2008-м Хрустим взяли в рабство Пашка и понеслось. Вот уже 11 лет этот парень осваивает историю на ментальном и психологическом уровне, пытаясь всех убедить, что сухарики Хрустим плотно связаны с важнейшими мировыми событиями. Странно, что не додумались купить рекламную интеграцию в учебниках истории, учитывая, как часто ее переписывают. Но грядет безликий спаситель, который положит конец инфернальному безумию и абсурду. И возрадуется люд сухарям дешевым и вкусным. И будет так каждый день. Ладно, если серьезно, мне вообще пофиг на сухарики. Я их сейчас ем типа раз в год. Но, пользуясь случаем, хочу обратиться к Хрустим. Хрустим. Умоляю, верните свои божественные крекеры. Мы без них грустим. Ролик получился про крупные бренды, но вспомните, как много было всяких региональных сухарей, которые обходились без рекламы и просто были. У меня в родной Туле, например, пользовались популярностью сухарики Золотой век, и про них сейчас вообще инфы особо не найти. Так что в комментариях предлагаю повспоминать и другие исчезнувшие марки. А вот у кого нахлынут воспоминания. Спасибо за просмотр и не забудьте про онлайн-марафон Скиллбокс. Крутые бесплатные мастер-классы отличное подспорье для будущего профессионала.